Друзья, совершенно вылетело из головы, что нам также необходимо поставить кодировку. То есть для чего она нужна, сейчас покажу на примере. Давайте мы здесь напишем, например, следующую фразу. Привет, ну давайте заезженную до корней ушей. Привет, мир. Так, сохраним наш файлик. Я нажимаю комбинацию клавиш Ctrl плюс S, видите, save. И тут Ctrl плюс S. Я нажимаю ее, и у меня файл автоматически сохраняется. Теперь обновляем наш браузер, и, в принципе, видим, все нормально показывается. Потому что Chrome открыл его в кодировочке UTF-8. Но необходимо все равно дополнительно прописать, чтобы не возникло ошибки. Потому что, смотрите, если браузер случайно откроет другой кодировки, давайте мы напишем тег meta. Дальше пишем атрибут charset, или charset, или charset, да, без разницы, да. И тут напишем кодировочку не UTF-8, например, а Windows, давайте такую, 1251. И закроем наш тег. Так, сохраняемся. И обратите внимание, сейчас я обновляю страницу, и видим, у нас пошли карказяблы. Почему? Потому что браузер открыл в другой кодировке. Так вот, чтобы вот этого случайно не произошло, мы и вводим тег meta с кодировочкой, где указываем UTF-8. То есть, с той кодировкой, которой мы сохранили этот файл. Итак, сохраняемся. И вот этот тег, он говорит браузеру, что надо, дружище, файл открывать в кодировке UTF-8. Потому что именно в этой кодировке мы с вами сохранили наш сайтик. Что ж, отлично, теперь переходим к следующему занятию.